короче выколотили вот вторую часть выколотил я только вот тут вот она по высоте это выше это ниже надо теперь вот довести ее до ума будет ее можно для того чтобы уменьшить собственно гемор калачение молотком ее можно всегда на тем вот образом на тисочках поджимаем до до начинаем его придавать форму аккуратно естественно без фанатизма таким образом мы вот как видите уже а нуля да уже проверка высоте практически по высоте практически подошел но пока здесь крылья как бы шире вот эти но собственно теперь мы таким же макаром начинаем подстукивать вот еще один такой момент я шли к делу таким образом но это он показал в прошлой серии но еще раз подожди очковый жим можно и так сказать вот она еще сжалась больше но это как бы не страшно у нас тут сейчас идет процесс вот сейчас он начнет колотить вот эту часть после жима и она опять расширится открыли разойдутся опять подадутся он зато углубится вот эта часть то есть нам нам сейчас углубить вот эту часть выколачивать ну что продолжаю надрачивать все поехали так ну что вот достигнута вторая половина достигла 1 она сейчас все это сольется в единое целое короче ёпси я ёпси и вот результат моей половой деятельности но то так конечно шутка я понял конечно с некоторыми этими ограничениями тогда теперь он смотрим вот эту вещи они всегда будут немножко выходить за рамки ну то есть за дырочка вот это вот да это всегда это будет преследовать поэтому мы берем сейчас вот этот вот нахлюстик чуть чуть один на один на это мелочно начинаем аккуратно подрезать потому что относительно вот этого меряем если смотреть то есть вот оно должно прикладываться ну то есть вот как к поверхности практически щелей не должно быть да да то есть то есть значит надо здесь вот сейчас чуть-чуть срезать соответственно мы ложим цыпулек мы срезаем утром вот он то есть то есть моего чуть-чуть срезаем нормальный процесс не стоит его бояться так вот такими сиколями короче срезаем мелочевочкой то есть давайте до идеального такого да по плоской поверхности все вот эти неровности которые здесь их надо вот они видны вот вот и то есть шишки вот эти дача шишки короче туевина такая да то есть вот вот у нас одна одна пролегая под ними приподними чуть выше да одна уже полегает здесь вот практически шов совпал а вот с другой стороны мелочи мы еще доработаем ну да тут это чуть-чуть осталось маленький зазор а вот здесь вот зазор большой по причине того что вот здесь вот с краю все это да чуть-чуть секс чистое смирно сейчас его тоже срезаем сейчас снимем его и уже на так короче методом вот это снимание как башню свою мастер вот методом снимания нашли в станке вот этого все наточили наточили убираем вот получается практически шва у нас нет заподлица подбираем как переднюю так и заднюю сторону то есть перед зад подгоняем так чтобы это был как один шов ну то есть уже когда соединяем смотрел здесь на масло чуть-чуть снять снизу и все и будет уже готова сейчас покажем потому что получится короче следующий этап не берем потом я будем сваривать все это в конструкцию прикнопывать вернее так не так что не основательно так чтобы это две половинки держались кто говорит как прикнопить прихватить их неважно как прихерачим сейчас все это дело мега супер сварщик помолится не по фан-шую все напряжом это как садонет час на пол квартала вылетел опять как прошлый раз был прошлый раз когда шлем варил пол квартала обесточил водитель пилот очка приобретает ведь хоть на голову налезет Налезет, дай с ним. Да, налазит. Уже поздно, чтобы не налазило, да? Короче, когда прихватываем, нужно подстукивать. Да, надо следить за тем, чтобы не ушел один относительно другого. Не разбежался. Нет, не то, что не разбежался, он просто один относительно другого вылазит. Ой, хопер. Паш, ну что, Сансей прихватил все это дело. В принципе, тот вот так визуально, чтобы все это... Есть щели маленькие? Маленький, миллиметровый. Тепленький, он такой хороший. Все это потом варивается газосваркой. Да, потом все это заплавляется, да. Короче, автоген нужен, автоген. Ребята, нужен в этом случае автоген. Да, причем... Ибо вот такая хуйлала, она, как сказал Серега, если ебулызнут по голове, она отвалится. Да, электросварка плохо держит. Так же, как и кемпинг. Они все ударную нагрузку держат очень плохо. Не верю. Газосварка, нет, это проверено. Можно, конечно, рискнуть, не вопрос. Но тут юмор заключается в чем. Если вы хотите нормально сделать, то проваривайте отсюда газосваркой шов изнутри и снаружи. Снаружи зачищаете, получается двойной наплыв металла. И у вас где угодно может быть помято, прорвато, но только не по шову. Ребро жесткости. Вот, ребро жесткость получается. Шов будет держать. Все остальное, кемпинг, газосварка, в смысле электросварка, все пробовал я за свою карьеру. Все гораздо менее надежно, прямо скажем. Без ложной скромности. То есть, ну один фестиваль может и от фестиваля. Так, теперь мы смотрим. Вот здесь нужно увидеть такой вот момент. То есть, как бы не соосность, яйцевидность, вот это все. Вот это, да. То есть, не идеальная форма. Но это делается потом путем выпрямления относительно одно другого. Раз. Да, как говорят, сварщики одна капля держит 80 килограмм. То есть, мы придаем нужную нам форму. Вот, видите, он уже гораздо лучше выглядит. Сейчас мы еще его подогнем. В нужных местах. Металл позволяет такие вещи с собой делать. Двоечка играет хорошо пока. Да. То есть, более по голове, да, как делаешь? Да. Чтобы форма была более не яйцевидная. Ну, тут зависит от голова. Голова, размер может, я еще раз повторю, размер у головы может 57, например, да. Вот, общий объем. А голова у одного может быть более яйцевидная. То есть, лоб и затылок более удлиненные, а уши ближе. Может быть абсолютно круглые. Тут уже чисто по голове все это делается. То есть, сжимается. Надо более вытянутый. Короче, расширенный, сюда сжимаем, надо более вытянутый, вот так сжимаем. То есть, здесь мы начинаем играть, это уже, в принципе, не радикально. Особенно, когда мы провариваем вот эту часть. То есть, его можно вообще как угодно увеличить, уменьшать. Ну, в данном случае, собственно, под каждого мутанта свой. Собственно, 57 размер. Вот, накепку, пожалуйста. На кепку. Ну, да, собственно. Сейчас покажи, как он уже. Ну, пошлемик. На бейсболку нормально, в бой идти. Ну, да, это как бы пошлемик делать. Теперь, значит, следующий этап, что надо будет делать. Наносник. Наносник вваривается как? Как только он сделает наносник, собственно, мы его вварим. То есть, здесь обычно идет наносник. Он может как с ребром жесткости, как прямой. Так и выпуклый, да? Да, как с ребром жесткости, так и прямой. Чуть-чуть вот так вот лодочкой он может быть. Да, лодочкой там, не важно. Самое главное для того, чтобы для, как говорится, надежности, мы вырежем здесь треугольник. Таким образом. Вот. И наносники треугольника. Туда вставим, прихватим на сварку. Ну, изнутри все, да? Ну, да. И все это обварим, опять же, газосваркой с двух сторон. Все зачистим и все будет держаться очень крепко. Потому что есть некоторые приваривают напрямую, но я считаю, это неправильно. Потому что это ослабленный момент. А вот то, что когда он в треугольник... Могут вдарить, и он сломается просто, да? Да. Собственно, да. Потому что ударная нагрузка идет именно таким образом. Здесь же заодно с ребром жесткости это все очень прочно становится. Ну, почему еще, видишь, я так понял, этот, как его... Обычная, как она, электродуговая сварка-то, она металл отпускает, и он становится более мягким. Ну, не только отпускает, она просто промеж двух кусков металла ложит разогряченный металл, как бы приклеивая один к другому. И отпускает он все равно температурный режим-то большой. Ну, это тоже. Самое главное то, что он просто ложит промеж двух шов горячий металл, который клеится к этому и к этому. А газосварка, она просто ловляет, как монолит делает, да. Да, собственно. Ну, еще, конечно, вот этот момент, то есть, вот эти неровности, ну, это, соответственно, оттачивается просто. Наточили так, как нужно, ровно. Да, идеально, ну, как бы, да, чтобы это... Ну, да, то есть, обрезается вот эти заусенчики все можно срезать сначала. Ну, то, чтобы вот эта вот на поверхность, на которой она стоит, она стояла без всяких этих миллиметровых этих, да? Да, ну, просто выравниваешь, как-то, тебе нравится. Он здесь практически ровный, только вот здесь небольшие есть перепады высоты. Вот эти убрать, и все. Собственно, варится на ножник, обварится, и можно полировать. Ну, естественно, можно уже на чистовую, когда он уже будет проварен газосваркой изнутри, снаружи. Естественно, можно уже молоточком постучать вот эти все ямки там, когда уже крепость будет. Но это мы покажем, я думаю. Это будет в третьей части, сейчас чисто вторая часть. Она будет такая не затяжная, а не большая. Но, как я и обещал, в октябре я выпускаю вторую часть. А третья часть, наверное, будет все-таки завершающая, наверное, да? Это мы когда заварим уже, поставим на носник, будем полировать и уже... Ну, скорее всего, я буду это делать без парашюта, по причине того, что парашют я уже снимал отдельный ролик. Я не вижу смысла снимать по 10 раз. Ну, вот чисто пока вторая часть вот такая. Ну, все, ждите третью часть, там будет видно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует...